Тема этой стратегической сессии – будущее спорта и здоровье нации. Главные спикеры – глава региона Дмитрий Азаров и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. В первую очередь речь шла о развитии спорта и физкультуры для детей. Чтобы рассчитывать на успехи в профессиональном спорте, необходимо создавать условия для здорового образа жизни в каждом дворе. Мы в первую очередь должны создать условия для занятий спортом, конечно, во дворах. Сделать это доступным. Да, мы будем развивать и укреплять материально-техническую базу детских, юношеских, спортивных школ и других учреждений дополнительного образования. Будем усиливать эту работу в учреждениях общего образования. Наша задача, вы знаете, это не только создать условия. Без них невозможно. Сегодня современных детей не затащить одними лозунгами на эту работу. Наша задача еще подтянуть людей, которые горят этим делом. Глава региона отметил, президент поставил задачу привлечь к физической активности минимум 50% населения. В Самарской области этот показатель пока остается на 20%. В этом году запланировано строительство спорт-объектов. Ледовый каток в Чапаевске, Фоки в Шантале и Саврухе, стадион в Кошках и еще 20 универсальных площадок. И это не считая обустройства дворов по программе «Комфортная городская среда». Фанатов футбола ждет еще один приятный сюрприз. Для всех учащихся в детско-юношеских спортивных школах ведут льготы на посещение матчей. Количество у нас на каждый матч будет порядка тысяч человек. Проходить для них это очень важно. Потому что для них это не только зрелище. Это и школа спортивного мастерства, это импульс, это генерация от того, чтобы они дальше занимались спортом, совершенствовали свои навыки. Областным властям еще предстоит решить вопрос наследия чемпионата. Уже есть чертежи, как будет использоваться каждый метр стадиона Самара-Арена и шесть футбольных полей возле него. Более подробный план будет готов в ноябре. Даниил Лучко, Артем Сулайманов. События.